Приветствую вас! Прочитал ваш текст, я изучил вашу проблему. Вот. Что могу сказать? Во-первых, сразу. То, что вы говорите о девушке, вы говорите о её чувствах, о её поведении, о его психологическом отношении к вам, но при этом вы не говорите о себе, вы не говорите о том, что чувствуете вы, вы не говорите о своих субъективных сторонах дела, о своих субъективных каких-то моментах. Например, вы чувству чего ожидали от девушки, что она уйдёт от своего мужчины, с которым она вроде бы три года, да, с которым она три года общается. Это вопрос, скорее, вашей самооценки, на самом деле. Ну, давайте обо всём по порядку. Значит, вы пишете, нужна реальная помощь. Помогите. Здесь первый момент. Реальная помощь вам может быть оказана только в рамках индивидуальной консультации, где будут заданы все необходимые вопросы, где будут изучены все нюансы, в том числе и ваши собственные чувства, ваши собственные желания. И отделено одно от другого. То есть невротическое будет отделено от настоящих. свободное от несвободного. В данном случае реальная помощь остаётся под запросом. Дальше. Вы пишете, значит, что мне нужна помощь, потому что я перестал понимать девушку. Здесь хочется вам сказать то, что девушку не нужно понимать. Потому что человек не всегда способен понять себя, чтобы понять другого. Человек не всегда способен понять и принять себя, чтобы понять и принять другого. Не приняв и не поняв себя, нельзя понять и принять другого, потому что сам для себя человек ближе. Нужно чувствовать себя, нужно чувствовать свои желания, нужно иметь свои цели, свои ценности, свои критерии выбора того или иного, той или иной модели поведения. Нужно иметь определённые личные границы, свои опять же. И только тогда, только тогда можно будет что-то делать. Это первое. Второе. Значит, я перестал понимать девушку, у неё есть парень, в отношениях она три года. Но если девушка не свободна, если она с парнем, то ей в любом случае сначала нужно уйти от своего мужчины. Ей сначала, в любом случае нужно завершить те отношения и только потом, уже после того, как она это сделает, можно вам с ней взаимодействовать. Вот. И никак не иначе. Ну просто потому что, нельзя из одних отношений в любом случае сразу прыгать в другие. То есть девушка, как минимум, должна быть одна, наедине с собой. Вот. Понимаете? Это, значит, такой аспект. Дальше. На работе мне нравится девушка. Пишите вы. Допустим, допустим, девочка вам нравится, и вы хотите быть с ней. Но у неё есть парень. В таком случае вам нужно изучить парня и показать, что вы лучше, чем он, что ей лучше будет с ним и чтобы она была с вами. Но имейте в виду, что это стратегия сравнения. И даже если девочка будет лучше с вами, со временем ваши достоинства, ваши плюсы, так сказать, приедятся и выступят на первый план желаний и потребностей за самой девочкой. И если в этих желаниях больше места будет занимать тот парень, то она будет с ней. Это, ну скажем так, негативное последствие сравнительных отношений. На протяжении года пишите вы, мы вместе были в хорошем общении с ней. Тут тоже очень важно понять, что значит в хорошем общении с ней. Что вы подразумеваете под этим словом. Хорошее общение. Сначала я общался только по работе, после мы перешли на более личное общение, более тесное. Опять же, что это значит? Она ухаживала за мной, я так... То есть вы, зная, что девушка не свободна, что у нее есть парень, вы, зная это, все равно вступили с ней в отношения. Позволили себе быть, как бы, еще одни в отношениях. Дальше. Обменивались комплиментами и все шло хорошо. Опять. Все шло хорошо, это как? Что для вас хорошо? Как только я приглашал ее на кофе встретиться, она отказывалась постоянно. И по-хорошему, пригласив ее два-три раза, вам стоило бы перестать это делать. Перестать с ней сближаться, то есть перестать общаться с ней на более тесном уровне и общаться с ней только по работе. Но вы этого не сделали, тем самым показали девушке, что готовы мириться с тем, что она не свободна. Я немного на это огорчался, но после того, как все проходило, наше общение возвращалось в нормальное русло. Что проходило, Макс? Справа. Что именно проходило? Ваше огорчение проходило? Или что? Понимаете? Не очень понятно. Не очень. Не очень понятно, что именно вы имеете в виду. Здесь. Если огорчение проходило... Да, оно проходит. Но ситуация остается та же. Вы ничего в этой ситуации не меняете. То есть вы не принимаете никакого решения самостоятельно. И поэтому ситуация повторяется. И получается, что вы, вероятно, в этом видите какую-то свою выгоду. Вторичную выгоду. Здесь надо подумать, какая выгода вам может быть из этого. Теперь у меня две ситуации, которые я хочу у вас вырастить, чтобы вы помогли мне разобраться. Ситуация номер и проблема номер один. Как только я с ней на работе меньше подписываюсь и не уделяю ей внимания, она начинает пиковать и одним раз на эмоциях рассказывала, что ей не нравится мое поведение, что она чувствует, что что-то не так, видимо. Подобное поведение девушки связано с тем, что ей нужно внимание. А ее молодой человек, с которым она вместе в отношениях три года, видимо, внимание ей такого не дает. Он не дает ей того внимания, который, который ей нужно. С ним она не чувствует себя женщиной, но он дает ей, вероятно, что-то другое. Что-то, что для нее тоже важно, раз она до сих пор с ним. Подобное поведение девушки говорит о том, что волнует ее в первую очередь она сама, а не вы. Ваши чувства ее не волнуют, ваше поведение ее не волнует. Волнует ее только она сама. И, и, следующий ваш, ваш абзац, ну то есть следующее ваше предложение, точнее, когда вы пишете, что я пытаюсь ей объяснить, что у меня нет настроения, если у меня нет настроения, то это не является, что она не является источником этого, да, вот. Она психует после и целый день не отвечает ваше. Это эгоистичность. То есть она обвиняет себя за то, что с вами так себя ведет. Она обвиняет себя за то, что она по сути изменяет пока духовно своему изначальному молодому человеку, проецирует эту вину на вас, обвиняя уже вас. Вместе с этим она решает за вас, почему у вас плохое настроение, что тоже связано с эгоистичностью. Человек считает, что все навязано на нем. Вместе с этим это активная потребность во внимании, в чувстве собственной значимости. Вы пишете, на самом деле она влияет так на меня, я в нее влюблен. Влюбленность это не любовь, Макс. Если вы в нее влюблены, вы хотите быть с ней, но это скорее ваше желание. Любовь это когда вы хотите что-то делать для человека, когда вы желаете для него что-то, но не обязательно быть рядом с ним. Она психует после, может целый день мне отвечать и потом при разговоре упоминать своего парня, как бы закрывать. Она не закрывается, она скорее пытается вам отомстить. То есть она скорее пытается компенсировать то, что вы к ней относитесь так вот пренебрежительно. То есть получая эмоции от меня, она постоянно хочет. Не очень понял, получая эмоции от меня, она постоянно хочет. Наверное вы хотели сказать, получать эмоции от меня она постоянно хочет. А как только она их не получает, сразу значит становится что-то не так. Да, она вас использует точно так же, как использует своего другого мужчину. Когда я ей прямым текстом говорю, что ты мне очень нравишься, она мне подолгу не отвечает, потому что ей ответить вам по сути нечего, сказать вам «нет», означает, что, скорее всего, вы уйдёте, сказать вам «да», означает взять ответственность, которую она брать не готова. Когда пытаюсь развить что-то с ней, она сразу упоминает своего парня в отношении, тем самым, опять же, ограничивая рамки своей ответственности, она не готова уходить от своего парня и быть с вами. «На психологическом уровне она пытается меня удерживать, и в тот же момент она не хочет сдвигать наше общение во что-то более серьёзное». Да, да, вы правы, только не правы в том, что она хочет сдвинуть общение во что-то серьёзное, но боится своего желания и не позволяет себе это желание реализовать. Вот. И своего первого мужчину, своего первого парня, она использует точно таким же образом. То есть она тоже, тоже его удерживает, она тоже психует, она тоже его и манипулирует таким образом, потому что он не даёт то, что ей нужно. Что мне в этой ситуации сделать? Перестать играть в её игру. Представьте, играть в её игру, которую можно назвать отчасти треугольником Карпмана, отчасти это можно назвать игрой «Насилуют». Есть такая игра «Насилуют», она, правда, имеет несколько степеней, ну, как и любая игра, психологическая. И здесь, на мой взгляд, первый тип игры, самый-самый первый тип, тип, когда человек вроде как идёт на сближение, когда человек вроде как проявляет симпатию, когда вы, видя, что она проявляет симпатию, готовы ответить ей взаимности, отвечать ей взаимности, на эту надеятельность и она тоже даёт вам отворот-поворот. Можете почитать про эту игру, в интернете она есть. Психологическая игра «Насилуют». Дальше. С одной стороны, у нас год был такой тёплого общения, она во многом не помогала и была очень милой. С другой стороны, у нас ничего не двигается вперёд. Ну, а кто сказал, что двигаться вперёд что-то должно? Насколько я понял, вам она ничего не обещала. То есть, у нас есть какие-то ожидания от девушки, но чем эти ожидания продиктованы, если честно, не очень понятно. То есть, есть девушка, которая с вами следствует, которая с вами сближается, которая с вами заигрывает, но она вам ничего не обещает. Вы сами делаете вывод, что она вам что-то должна и обижаетесь на то, что она не даёт вам то, что вы считаете она вам должна. Но ведь это ваше желание. Если вы хотите, например, отношений, то стройте их нужно с тем человеком, который реально готов строить отношения. А судя по тому, что вы отмискиваете, к реальным серьёзным отношениям вы не готовы. То есть, обычно в психологии под этим подразумевается бессознательный страх близких отношений, супружества и так далее. Работая с ней год, я немного её изучил, впечатляю. И хочется от вас услышать совет, как мне на это реагировать и что предпринимать. Что предпринимать, чтобы что, Макс? Это первый вопрос. Второе. Совет вам может дать друг, родственник, знакомый, коллега, но не психолог. Психологи не дают совет. Как только новый парень к нам приходит на работу, впечативый, она активно начинает с ним вести беседу, переписки, включая рабочий момент. Тем самым, пытаешься показать, что у неё благополучное и хорошее отношение с официальным мужчиной. Тем самым, она пытается достичь определённого образа социального благополучия, который для неё очень важен. У нас сын директора пришёл к нам работать, и вот уже на второй день она активно с ним ведёт переписку. Так, здесь у вас очень длинное предложение, давайте мы его разобьём. У нас сын директора пришёл к нам работать, и вот уже на второй день она активно ведёт с ним переписку. То есть, по сути, она флиртует с ним так же, как и с вами, и заигрывает с ним так же, как и с вами. Вот. То есть, по сути, это человек, который повторяет всю игру, которую он повторял с вами, теперь и с этим человеком. Так же, как и вы, сын директора будет думать, что девушка ему симпатизирует. Так же, как и вы, сын директора пойдёт на сближение, и так же, как и вам, она, скорее всего, ему откажет. Это игра, психологическая игра, опять же, повторяю. Мне она может долго отвечать, либо потом найти причины, должен винить себя, что мне так долго отвечать, либо, что она была ещё с чем-то с работой погружена. Ну, здесь, мне кажется, а, вы сравниваете себя с другими мужчинами, б, вы ревнуете. Я с ней сегодня не общался целый день, просто поздоровались с утра, она мне не писала целый день, но как только я подсел к девочке-коллеге, и мы работали, и много смеялись, она посмотрела в нашу сторону, и тут же написала, как я. Потому что не хочет вас терять. Она не хочет вас терять, она боится вас терять, потому что вы для неё источник того, чего она хочет. Я ей отписал очень коротко и слуха, она мне на это не ответила ничего вообще. А вы чего хотели, чтобы она ответила вам? Начала в офисе ходить вокруг именно меня, а потом в офисе присела ко мне, задавала разные глупые вопросы насчёт компьютера и прочее. То есть, опять же, пыталась вам напомнить о себе. Вопрос, зачем мне все это надо? Объяснил. Вопрос к вам. Как ответ на ваш вопрос поменяет ваше поведение? И что он вам даст? Потому что дело всё в вас, а не в ней. Дело в том, как вы к себе относитесь, с чего вы хотите, и как вы эти свои желания реализуете, а не в ней. Дальше. Зачем нужен я, если появился новый парень, и она так с ним активно ведёт переписку? А зачем ей нужен тот парень, с которым она три года вместе, если появились вы? Получается, она как собака на стене, хочет дать всех внимания, но не хочет менять свои отношения. Скорее так, хочет внимания, а боится менять отношения. Я не могу её понять и не поймёте, потому что вы не понимаете себя, как мне себя вести. А вот поведение ваше не должно зависеть от каких-либо людей. Ваше поведение должно быть всегда одинаковое и соответствовать вашим ценностям, вашим целям, вашим идеалам и тому, чего вы хотите. Свои цели я знаю. Я хочу быть с ней, я влюблён, и мне с ней рядом хорошо. Это не цель, Макс. Понимаете, это не цель. Вам с ней хорошо, это не цель. Вы себя чувствуете с ней хорошо, и поэтому вы хотите быть с ней, но это не любовь. Если это любовь, вы и сказали бы, что я, кажется, вам она была счастлива, но вы говорите о себе. И, по сути, это тоже эгоизм. Если вам с ней хорошо, то нужно подумать, из чего состоится, состоит вот это чувство, что вам хорошо. Как вы можете сделать так, чтобы вам всегда было хорошо, или, по крайней мере, чтобы это чувство не зависело от конкретного человека, тем более от девочки, тем более от такой девочки. А может вам хорошо, только потому, что вы знаете, что она не принадлежит вам, и что ничего серьёзного у вас не будет. Для чего вы хотите быть с ней, чтобы что? Но когда вот такое каждый больше день, в особенности проблемы номер 1 и 2, что я описал, начинает действовать на нервы мне. Опять же, как? То есть, вы испытываете раздражение, вы испытываете разочарование, вы испытываете что, какие чувства, какова природа этих чувств, когда вы начинали это испытывать, когда испытали первый раз, по поводу чего, порой всё об этом. Я её очень ревную и признатся. Ревность – это страх одиночества, то есть, вы не принимаете самого себя. Ревность – это отсутствие собственной значимости, и это нормально, потому что ваша цель быть с ней. Тогда как ваша цель должна быть совсем другой. Цель достижения определённых вершин, цель достижения определённых высот, цель либо создания чего-то, либо ещё. Всё. Возникает вопрос, для чего вы работаете, какое у вас хобби, чем вы вообще увлекаетесь и на что тратите свою энергию, если вас она так сильно задевает. Девочка, в какое место занимает ваша жизнь, например, работа, что вы так реагируете на неё, ну, на девочку. Дальше. Я понимаю, что глупо, так как у нас и отношений нет. Это не глупо. Понимаете, это не глупо. Дело в том же, что ваши желания, ваши желания, они нормальны. Просто вы не совсем нормально их реализуете. Дальше. И она этим может закрыться, что я её так не понимаю. Так, вот это вот не очень понятно. Она этим может закрыться, что я её не так понимаю. Она не закроется, скорее всего, потому что она в вас нуждается и закрытие это как бы исключает. Вот. Она может отдалиться или она может более узко, превентивно с вами общаться, забирая у вас то, что ей нужно без каких-либо затрат. Как мне всё с ней сохранить, а что именно сохранить? Вы сами сказали, что у вас отношений нет. Что именно сохранить, то вы пытаетесь. И не показывать эмоции своих, и не показывать эмоции своих ей. А почему не показывать своих эмоций? Если вы недовольны, покажите ей. Раскройте напрямую все свои эмоции. Раскройте, проявите их, если вы это чувствуете. Но имейте в виду, что за этим последуют последствия, за этим будут результаты. И несите ответственность за то, что вы чувствуете. Вот. Либо, если у вас есть эмоции, посмотрите, какие чувства их вызывают. Потому что у вас чувства разные вещи. Вот. И направьте свою деятельность на то, что вам и индикатируют ваши чувства. Потому что, как правило, как правило, подобные отношения носят сублимационный характер. То есть, в жизни вы, например, простаиваете. То есть, вы не чувствуете перспективно работать. Вся ваша жизнь, в принципе, довольно однообразная, да. То есть, можно сказать так, что вы работаете. Работа дома, работа дома, друзья, например, да. Там, ну, как какой-то досуг. Всё. И, естественно, девочка придает вам какое-то разнообразие. Но, и она становится целью. То есть, на фоне вот этого всего однообразия, которое у вас есть в жизни, если я правильно понял. Вот. На фоне того, что вы занимаетесь, возможно, не своим любимым делом. На фоне того, что вы не чувствуете, что вы реализуетесь. Девочка выглядит весьма привлекательной. Как приз, как элемент достижения, как что-то важное для вашей духовной составляющей. Но, это суррогат. Девочка не может такой быть. Вам нужно заниматься чем-то своим и добиваться чего-то своего и идти своим путём. И, девочка либо пойдёт к вами, либо нет. Дальше. Вы пишите, значит, так. Я не знаю, что от меня надо ей тогда. Ну, я сказал. Вот такая запутанная ситуация. Нет, Макс. Ситуация не запутанная. Она была бы совсем хорошей. Она была бы совсем лёгкой, если бы вы брали ответственность за свои желания. А поскольку ответственности за свои желания вы не несёте в данном случае, а проецируете их на девушку, то ситуация поэтому и принимает такой неблагоприятный оборот. Вот. Вот. Я думаю, что вы забудили в ситуации, в которых вы сами позволили себя девочке втянуть в игру. И надо сказать, что у этого, ну вот, у того, что вы позволили втянуть себя в игру, есть, конечно, свои определённые причины. Вот. Например, причины, это могут быть, опять же, ваши желания. Причинами могут быть ваши страхи, которые обуславливают, и ревны, потому что вы ревнуете, по сути, того человека, который вам не принадлежит. Вот. И это, в общем-то, скорее говорит о вас. Более, ну, более показательно. Это говорит о вас, нежели чем о ней. И ситуация, на самом деле, очень простая, если говорить только о вас. То есть, вот, например, вы её любите. Вы её любите, да? А, говорите вы. Окей. Если вы её любите, то вы хотите чего для неё? Чтобы она была счастлива. Если вы её любите, то вы её принимаете. А, принимаете её такой, какая она есть. Со всеми её проблемами, со всеми, со всеми её моделями поведения, да? И так далее. Но этого не происходит. Этого не происходит. И, значит, это не любовь. А, скорее, что? Это, скорее, именно форма реализации ваших желаний. Вот об этом и нужно что-то подумать. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. А, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.